Виртуальная реальность Все самые темные стороны человеческой натуры Выползают наружу и расправляют крылья В виртуальной реальности У зла нет никаких преград Оно творит, что хочет Гибнут сотни и тысячи людей Стираются в порошок города и стран Кровь льется рекой Здесь выживают только сильнейшие Мы представляем вам Самый враждебный человеку Грани виртуального измерения Вы узнаете о том Кто горит лютой ненавистью к человечеству Для кого людская жизнь Вопрос нескольких долларов Кому ничего не стоит истребить целый народ И даже не вспомнить о его существовании Вы поймете, что виртуальная реальность Это самое настоящее отражение ада на Земле Знайте, видеоигры Это не игрушка В эфире страшно интересная десятка Самых опасных наемных убийц Виртуального мира Готовьте В ближайшие полчаса Вам будет страшно И интересно Сегодня мы представим вам Самых опасных киллеров компьютерной вселенной Ваше счастье Что эти молодцы Находятся по ту сторону экрана Ждать от них прощения Гиблое дело Сострадание Жалость Доброта Для них это пустой звук Цинизм Жестокость Деньги Главное понятие Глядя на этого разрисованного шведа С экстравагантной внешностью Можно подумать Что этот тип Простой панк-переросток Однако сказать ему об этом в лицо Будет крайне опрометчив Этот Верзила Зарабатывает на убийство Еще будучи в составе шведского спецподразделения Арктические рейнджеры Матиас Нильсон показал свою безбашенность Берясь за самые опасные задания Он казалось изо всех сил желал себе смерти Группировка байкеров Которые он присоединился после армии Превратилась под его влиянием В самую настоящую банду А сам он стал наемником Задание на исполнение убийств Вот что возбуждало его больше всего Ни денежное вознаграждение Ни авторитет Не были для него мотиваторами Ему нравился сам процесс Процесс лишения жизни Когда он словно бог Сам определял судьбу жертвы Матиас Нильсон из Mercenaries 2 Открывает десятку самых опасных Киллеров виртуального мира Пожалуй, никто не пользовался Большим спросом у правительственных структур США Чем этот парень Еще бы Ведь он долгое время был верным псом ЦРУ Псом, натасканным на неугодных Этой структуре политических фигур И безотказным ликвидатором Воротил большого бизнеса Джейсон Борн Спецагент, прошедший всемыслимые И немыслимые подготовки Настоящий мастер Точечного уничтожения важных персон Даже потеряв память Во время одной из операций Он сохранил способность В совершенстве владеть Четырьмя языками Всеми видами оружия И отлично драться в рукопаш А когда память его стала постепенно возвращаться Он осознал, что стал неугодным спецслужбом США Теперь в опасности находилась не только его собственная жизнь Но и жизнь его близких И Джейсон превратился в уничтожителя убийц Киллера киллеров Направленных на него Он стал охотиться как за теми, кто его заказал Так и за теми, кто оказался к этому причастен Борн оставлял после себя Только бездыханные трупы его преследователей Настоящая гроза всех секретных агентств мира Джейсон Борн из The Born Conspiracy Попадает на девятую строчку Сегодняшнего хит-парада Эти двое видели столько грязи и ужасов войны Что обычный человек от таких зрелищ сошел бы с ума Они долгие годы служили в вооруженных силах США И были теми, кого называют секретным отрядом Чистильщиками Или просто мясниками Позже эта пара солдат Стала целой независимой армией Всего из двух человек Элиот Салем и Тайсон Райос Непохожие друг на друга головорезы Прекрасно дополняли друг друга Элиот Салем с детства ошивался в уличных бандах И творил беспредел Пока не угодил за решетку в Луизиане Но тюрьма парня не успокоила Он так и остался настоящим Безбашенным отморозком Тайсону Райосу, напротив Наряду с мускулами, досталось прилично извилин Его поистине хищническое тонкое чутье Вкупе с невероятной физической силой Делали его убийцей высшей категории В смертельном дуэте Райос выполнял роль стратега И составлял схемы кровавых операций В которых Салем, в свою очередь, был счастлив принять участие И отправить праотцам пару-тройку десятков заказанных врагов Отнюдь не сладкая парочка Одержимых кровью наемников Из Арми оф Ту Окопалась на восьмом месте нашего рейтинга Для начала, пожалуй, достаточно Но не надейтесь, что мы надолго оставим вас в покое Через пару минут наш кровавый обратный отсчет продолжится Не переключайте Убийство – страшнейший человеческий грех Впрочем, наших сегодняшних героев это совершенно не заботит Мы продолжаем рассказывать о самых опасных из этих нелюдей Обитающих в виртуальной вселенной Если бы кому-нибудь сказали Что эта маленькая ирландская белокурая девочка С ярко-голубыми глазами Станет наемным убийцей То этот человек рассмеялся Нина, воспитываемая своим отцом С детства постигала различные виды боевых искусств и единоборств Эти навыки здорово помогли ей в другую жизнь В жизни наемного убийцы Талантливая девушка была замечена спецслужбами Она стала выполнять задания ЦРУ и Ми-6 Уничтожая цели во всех уголках мира Самый любимый метод под видом участника нелегальных боев Внедриться в среду и расправиться с жертвой Неважно на ринге или за его пределами Нина Виллиамс из серии Текен Самая горячая дерущаяся девушка Игрового мира по версии Книги рекордов Гиннесса Она по праву занимает седьмую строчку нашего хит-парада Дело номер 977-364-281 Расследование дела о массовом убийстве 25 человек Совершенно в Венесуэле 22 декабря 2002 года 17.45 Подозреваемый Адам Маркус по прозвищу Кейн 70-го года рождения В данный момент содержится в федеральной тюрьме В городе Сан-Фернандес, Калифорния Суд признал Адама Маркуса виновным по всем обвинениям И приговорил его к смертной казни Совершенно справедливо Ведь Кейн был никем иным как киллером Преступной организации под названием «Семерка» Хладнокровный и безжалостный палач Он не родился садистом, каким казался Таким его сделала коварная жизнь Случайная и ужасная смерть его маленького сына Подкосила мужчину Он так и не смог выдержать такой удар судьбы Став исполнителем смертных приговоров мафии Кейн испачкал руки в крови И навсегда потерял возможность их отмыть Это обстоятельство помогло герою Кейн Энд Линч Расположиться на шестой ступеньке Рейтинга отъявленных наемных убийц игрового мира Война – это бесконечное горе Гражданская война – трагедия вдвойне Молодежь, выросшая во время таких потрясений Теряет свою человечность Из этих волчат вырастают настоящие звери Нико Белич был типичным сыном эпохи Распринь В некогда счастливой Югославии Пережив убийство, насилие и предательство Он очерствел И после войны предпочел обычной работе Криминальные делишки За более чем 10 лет участия в разбое и разборках Нико не раз побывал в тюряге И зарекомендовал себя настоящим бандитом А однажды он погнался за мечтой И приехал в США По приглашению своего кузена Романа Который прочил ему сладкую жизнь В стране развитого капитализма Но и в краю свободы Нико никуда не делся от бандитской жизни Моментально втянувшись в местные криминальные круги Он быстро прослыл безжалостным громилой И беспринципным киллером О нем и его делах ходили легенды Его услуги начали перепродавать От одного заказчика к другому В черте Либерти Сити Сам же Нико ненавидел то, что он делал Но в стране тысячи возможностей Свобода давалась не так просто Как казалось в начале Нико Белич из GTA 4 Пятый в нашем списке Этот секретный агент Был настоящим уникумом Его в физической форме Мог позавидовать любой спортсмен Навыки паркура Помогали Сэму Фишеру С легкостью забираться на любую отвесную стену Владение различными видами единоборств Такими как техника Кравмага Разработанная для израильских спецподразделений Позволяли ему, будучи абсолютно невооруженным Расправиться не с одним десятком врагов Знание множества языков Позволяло ему прекрасно чувствовать себя в любой стране мира Он виртуозно владел всеми видами стрелкового оружия Потому как он управлялся с ножом Казалось, что лезвие Это продолжение его руки Ему не составляло труда Выбраться живым из самых глухих и отдаленных точек Способности сливаться с окружающим миром И быть невидимым Фишеру не было равных О нем говорили Что он стал настолько профессиональным шпионом-убийцей Что все его чувства Обострились до нечеловеческой степени Сэм Фишер из Splinter Cell По праву занимает четвертое место Среди самых опасных наемных убийц Игровой вселенной После рекламы Вы увидите лидеров нашей десятки Чей послужной список нечеловечески велик Оставайтесь с нами Обычный человек Услышав выстрел Мгновенно настораживается Для них это самый сладкий звук Прямо сейчас Бесчеловечный пьедестал почета Отпаснейших наемных убийц Игрового мира 1930 год Америка Томми Анджело Работал простым водителем такси Однажды Ему довелось Случайно подвезти Двух гангстеров Этот эпизод Изменил его судьбу Под дулом пистолета Пассажиры уговорили Томаса работать на них Выбирать не приходилось И скоро у него появилась новая работа Более рискованная И опасная Но за нее Прекрасно платили И Анджело Приступил к обязанностям С особым рвением Сперва он охаживал Бейсбольные убиты Чужие машины Потом Чужие головы Работая на местного Дона Анджело Расстреливал чиновников Которые мешали заниматься Контрабандой Убивал бандитов Из конкурирующих организаций И служителей закона Не останавливало Анджело И такое заведение Как церковь Он и там умудрялся Открывать Безжалостный огонь Но как известно Мафиози Не умирают от старости Человек Поправший все законы общества Томас Анджело Из мафии The City of Lost Heaven Покоится с миром На третьем месте Нашего Кровавого Хит-парада На 12 век Пришелся пик Христового движения Христиане Под благовидным предлогом Спасения гроба Господня Вторглись В исконно арабские земли Чиня беспредел Единственной силой Способной справиться С произволом агрессоров Оказался орден ассасинов Молодому воину Аль-Таиру Была поручена Важная миссия По убийству Предводителей Христиан Аль-Таир Не сомневался В успехе мероприятия Жестокого Но праведного Навыки убийцы У него были в крови Естество ассасина Жаждало действий И Аль-Таир С радостью Уталял Эту кровавую жажду Он подкрадывался К жертве незаметно Чтобы навечно Усыпить ее С помощью Выкидного клинка Если убийцу Раскрывали И окружали толпой Чтобы разорвать Его в клочья Слово брал Безжалостный меч Все те Кто вставал На пути ассасина Жестоко Умирали Ничто не могло Его остановить Ведь он Исполнял Волю Всевышнего Аль-Таир Из Ассасин's Creed Второй Среди самых опасных Наемных убийц Виртуального мира Какому же антигерою Удалось взять верх Кто окунул свои руки В кровь по самые плечи И получил за это Вознаграждение Об этом Вы узнаете После того Как мы снова Пролистаем Личные дела Каждого Из девяти Предыдущих Претендентов Наш обратный отчет Открыл Маттиас Нильсон Из Нерсенарис 2 Девятое место За Джейсоном Борном Из Зе Борн Конспираси Восьмую ступеньку Разделили Двое военных На самоуправление Из Армия в Ту На седьмой строчке Расположилась Единственная девушка Киллер В этой мужской Компании Нина Вильямс Из Шестым В этом соревновании Стал Кейн Из Кейн Энд Линч Палач Мясник Хладнокровно Исполнявший Смертные Приговоры Мафии Пятое место За Югославским Беспредельщиком Нико Беличем Из ГТА4 Прекрасно Обосновавшимся В США Чтобы достичь Своей Американской Мечты Ступенька Под номером Четыре Принадлежит Человеку Тень Крайне Опасному Секретному Агенту Сэму Фишеру Из Сплинтерсел Бронзу Сегодняшнего Состязания Взял Рьяный Мафиози Томас Анджело Из Мафия The City Of Lost Heaven Вице-чемпионский Титул Присуждается Ужасу Бегущему По крышам Средневековых Домов Невидимому Убийце Альтаиро Из Ассасин's Крит А теперь Встречайте Самого Опасного Киллера Всех Времен И Народов Когда в клетках Человека Насчитывается 47 хромосом Его ожидает Предрасположенность К некоторым болезням Этот парень Именно с таким Генетическим Кодом Был расположен К безжалостным Убийством Его и Человеком То в полном Смысле Назвать Было Сложно Ведь Этот Голубоглазый Лысый Флегматик Был Генетически Спроектированным Человеческим Существом Предназначенным Только для Одного Профессионально Лишать Людей Жизни Этот Тип Был создан Из ДНК Пяти Самых Опасных В мире Преступников И как Человека Искусственно Выращенного Его при Рождении Даже не Наградили Ими Вместо Этого Его Звали Сорок Седьмой Из-за Последних Двух Цифр Штрих Кода Который Был Вытатуирован У него На затылке Богатство Способов С помощью Которых Сорок Седьмой Творил Свои Ужасные Дела Поражало Приемы Лишения Человека Жизни Исчислялись Сотнями Человек Чистейшим Образом Исполняющий Самую Грязную Работу Прирожденный Киллер Сорок Седьмой Из Хитмэ Занимает Сегодня Заслуженно Первое Место Теперь Вы знаете Кого из Людей Виртуальной Вселенной Стоит Бояться Как огня И если На улице Вы увидите Кого-либо Похожего На любого Из только что Представленных Вам Убийц Бегите Прочь Ведь Реальные И виртуальные Миры Уже Настолько Тесно Переплетены Друг с Другом Что мы Не можем Гарантировать Что эти Персонажи Не бродят Среди Нас Если До следующего Выпуска Вы еще Останетесь В живых То узнаете Кто Из всех Вампиров По ту Сторону Экрана Является Самым Кровожадным И вам Вновь Станет Страшно И Интересно Продолжение следует